Приветствую! Сегодня мы поговорим о неоднозначном законопроекте, который касается бизнеса. Это законопроект 10186. Условно его можно назвать законопроект о запрете 1С. Почему так? Мы сейчас узнаем, посмотрев непосредственно его текст и посмотрим, какие же запреты он устанавливает и какую ответственность понесут люди, которые нарушат эти запреты. Данный законопроект называется «Про заборону продажу на территории Украины программного забезпечения электронных поставок для податкового та бухгалтерского облику, при створении которого используется программный код, написанный мовой Украины-агрессора». Ну и, конечно, как юрист я не могу здесь ни придираться к словам, ну и тем более ни придираться к буквам. А как это на территории Украины, мне кажется, надо писать по-другому. Ну а это такое, это я докапываюсь, понятно. Давайте смотреть, что запрещается. Запрет установлен уже в первой статье. И здесь указано, что «Заборонитый продаж на территории Украины снова программного забезпечения электронной поставки для податкового та бухгалтерского облику». И, по сути, повторяется здесь название самого законопроекта. И, конечно, кто-то из вас уже сейчас скажет, а, все окей, здесь запрещается только продажа. И, соответственно, использование не запрещается. Но на самом деле это не так. Всегда все законы очень важно читать в полном объеме. Потому что первое, что бросается в глаза, не всегда позволяет сформировать полную картину. Потому что здесь есть еще статья третья, где сказано. Встановить, что придбанное, введенное в обеих до набраня чинностей этого законопрограммного забезпечения для податкового та бухгалтерского облику, при створении которого был использован программный код, написанный мовой Украины-агресора, может использоваться с предприятиями, кроме государственных и коммунальных, на законных подставах. Обратите внимание, кто-то сейчас увидел, что здесь есть запрет только для коммунальных и государственных предприятий. То есть они точно не смогут использовать 1С в первую очередь, после того, как этот закон вступит в силу. Но обратите внимание, что здесь есть и скрытый запрет на использование для всех остальных видов бизнеса. Ну, для частного бизнеса, да? Что я имею в виду? Смотрите, здесь идет речь о разрешении использовать то программное обеспечение, которое приобретено до набрания чинности всего закону. А если вы, получается, приобретаете после вступления в силу закона, то вы уже не можете, соответственно, его использовать. При этом, теперь, конечно, мы перейдем к вопросу об ответственности. А какая же ответственность за это? А для этого нам нужно вернуться сюда, к статье 2. И здесь что у нас сказано? А здесь сказано, что ответственность устанавливается за продажу. Не за использование, а исключительно за продажу. То есть, если вы продаете 1ВС в Украине, то вы понесете ответственность, которая предусмотрена этим законом. И здесь у нас что сказано? Штраф в размере 100 минимальных, 1000 минимальных заработных плат. То есть, это сколько у нас? Это огромнейшая сумма, по сути, получается. Если повторная, то уже 2000 раз. И дальше за каждое нарушение по 2000 минимальных заработных плат. При этом, еще раз хочу обратить ваше внимание, что эта ответственность установлена за продажу, за использование. Никакой ответственности этот законопроект не предусматривает. Теперь хочется поговорить о неоднозначности этого вопроса. Во-первых, почему-то данным законопроектом запрещается только то программное обеспечение, которое используется в сфере бухгалтерии и налогообложения. То есть, что другие программы можно использовать и можно продавать. Ну, так получается. То есть, буквальное понимание этого закона такое. Нельзя продавать только то программное обеспечение, которое касается налогов и бухгалтерии. Все. Все остальное можно. Конечно, безусловно, тех специалистов там обращают внимание на то, что вот эта формулировка используется. Код, программный код написан на языке страны-агрессора. Все-таки здесь есть сомнения, насколько корректна эта формулировка с точки зрения технической уже. Но я не специалист в этом, об этом говорить не буду. О чем мне хочется поговорить? О вопросе справедливости. Почему? Потому что мне кажется, что если мы хотим запретить что-то в стране и что-то связанное с той страной, то запрещать нужно все. Да, вот если мы решили вот рубить концы, рубим концы, а у нас вот почему-то получается, что мы рубим концы и мы принципиальны там, где это может ухудшить жизни граждан наших. И не смотрим на более глобальные вопросы. Что я имею в виду? Да, ну вот 1С мы говорим, давайте запретим. При этом газ качается, аммиак качается. И получается, что вот ну как-то неоднозначно очень. Да, вот несправедливо. Мы же говорим тогда, ну вот давайте все запрещать. Ну а это вопрос политический, не будем в это вдаваться. Поговорим о том, как этот законопроект, если будет принят, да, законопроект 10186, когда он станет законом, как он повлияет на жизнь людей? Ну глобально, скорее всего, не очень он и повлияет. По одной простой причине. Потому что компания 1С давным-давно уже имеет свой бренд в Европе. Я не буду сейчас его называть, да, вы в принципе, все, кого это интересует, вы легко можете это найти. И получается следующая история. Компания 1С после того, как начали там санкции внедрять у нас в Украине, сделала европейский бренд, продает тот же самый продукт. И когда ты покупаешь этот продукт в Европе, это тот же самый продукт с тем же самым функционалом, те же самые разработчики, но просто он куплен в Европе. И получается это уже как бы нормально. Это уже ок. И в этом смысле вот этот запрет законодательный, ну он выглядит, ну не очень серьезно, наверное. И это не то, чтобы я говорил, что нам надо пользоваться продуктами страны-агрессора. Нет, конечно, это в принципе неправильно, да. Если между странами идет война, то там, скорее всего, надо рубить концы. Но вот остается факт вот такой, да. Человек, которому вы сегодня запрещаете пользоваться 1С, он идет, покупает, скажем так, ну я не знаю как это, более правильную 1С, но с другим названием, да. И получает тот же самый продукт и продолжает пользоваться. И в итоге что? В итоге проблема как таковая не решена. И для того, чтобы люди не пользовались этими продуктами, ну, наверное, должны быть схожие продукты по функционалу, по стоимости, по доступности. И только когда есть такие продукты, только тогда, наверное, имеет смысл запрещать. Потому что в противном случае, несмотря на то, что сама идея в политическом смысле этого запрета правильная, но то, что он ухудшает жизнь простому ФОПу, да, там, небольшому бизнесу, ну, это тоже однозначно. И это тоже надо было бы учитывать государству при разработке таких законопроектов. На этом у меня все. Буду следить за этим законопроектом. Как только он будет принят, я однозначно об этом сообщу и сделаю публикацию об этом в Телеграм-канале у себя. И, скорее всего, сделаю видео, потому что редакция, наверное, будет же другая, да, не такая, как сейчас. Поэтому, если вы хотите не пропустить эту новость, подписывайтесь на мой канал. И, традиционно, я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.